Это будет очень веселое видео. Или нет? Линда, а ты в камеру посмотришь? Аааа, что там такое? Начну сразу с главного. Вы в один прекрасный день решили, что вам нужна собака. И нужна она вам до такой степени, что свою дальнейшую жизнь вы не представляете без собаки. Вот как вот без собаки плохо, с собакой хорошо. Я считаю, что только в таком случае вам стоит действительно извести собаку. И так вы решили, что она вам нужна. И следующим шагом, казалось бы, должна быть покупка собаки. Но я буду опять-таки сегодня звучать довольно банально, глаголить общеизвестные истины, но тем не менее я считаю, что это настолько важно. И что повторение мать учения, чем больше это будет звенеть у нас в мозгах, тем лучше. И да, я держу ручку не потому, что я вам угрожаю, а потому что у меня все записано здесь, ибо я не могу все запомнить этим. Итак, решите, зачем вам она нужна. Декоративная собака, охотничья собака, собака для спорта, собака для охраны. В мире больше 250 видов пород, вы можете абсолютно точно, с уверенностью выбрать именно ту, которая подойдет вам. Или вы семейный человек, или вы даже, допустим, маленький ребенок, если вам 14-16 лет. Я уверена, что вы сможете подобрать такую породу собак, которая подойдет не только вам по характеру, по образу жизни, но и которую одобрят ваши родители, ваши родственники и прочее. Потому что я знаю, что такое хотеть собаку, когда вы еще ребенок. Я сама такой была, и когда вам ее покупают, и что это для ребенка значит. Поверьте мне, что большего счастья в жизни, наверное, кроме замужества и окончания университета, я не испытывала. Но для меня, 12-летней девочке, это было что-то с чем-то. Но опять-таки, если вы человек, живете в собственной квартире, и вам просто нужен друг, то нет ничего лучше, чем собака. Но опять-таки, если вы хотите ее до такой степени, что вы понимаете, что жизнь дальше протекать будет просто как-то ужасно, без собаки. Что собака скрасит вам вашу жизнь, что собака нужна вам для охраны, что собака нужна вам как компаньон. Как, я не знаю, что собака будет украшать вашу квартиру своей чудесной богатой шерстью, если у вас дома очень холодно. Собаки, они существа такие, они порой делают такие вещи, о которых вы их не просите. И им это доставляет огромное удовольствие. Итак, допустим, я сегодня рассказываю себе, почему я захотела собаку, почему это моя вторая собака. Которая вы уже видели, боже, у меня в глазу, и по-моему, ее шерсть. Она присутствует в принципе и здесь. Я ужасно хотела друга. Именно настоящего друга-компаньона. Причем как по интересам, так скажем, так и по занятиям спортом. Я хотела бегать собака, я хотела заниматься каникроссом, я хотела везде брать с собой на какие-то спортивные мероприятия. То есть мне нужна была спортивная, подвижная, сильная собака. И в тот момент я не хотела маленькую собаку. Почему-то вот мне ассоциироваться, что друг, он должен быть каким-то большим. Но это лично мое мнение, и я никоим образом не обижаю владельцев маленьких собак. Я люблю всех собак, честно. И дворовых, и маленьких, и каких угодно. Ну, за исключением, может быть, очень невоспитанных. Ну, это уже вина, конечно, не собаки, а хозяина. Зачем вам нужна собака? Предположим, что для большинства людей в основном это друг или компаньон. Ну, я не буду говорить сейчас о собаке для охраны, потому что в этом плане вообще все абсолютно просто. Вы берете или покупаете, не знаю, немецкую овчарку, кавказскую овчарку, алабая, среднеазиатскую овчарку. Вот эти все ребята, они, я думаю, послужат вам надежными охранниками, и их даже в этом плане не нужно обучать. То есть, если вам нужна мина охрана. И я заметила, что многие люди часто спрашивают, а что делать, если у меня, допустим, маленькая квартира? Что делать, если у меня много людей в семье? Не будет ли собаки тесно? Я тоже очень долгое время была задачна этим вопросом, потому что мы с мужем живем в однокомнатной квартире, и собаку мы хотели достаточно большую. И, собственно, как она здесь будет? Как она здесь вообще развернется? Вдруг она разнесет всю квартиру? Так вот, друзья, это последнее, о чем вы должны думать. Вот серьезно. У меня довольно большое опыт общения с собаками, с разными. И смело могу сказать, не думайте об этом. Вы можете завести себе 5 собак, 5 больших собак в однокомнатной квартире. Поверьте мне, если у вас будут с ними хорошие отношения, если вы будете регулярно с ними гулять, даже не гулять, если вы просто будете с ними хорошо общаться, если у вас будет полное взаимопонимание, любовь, то этим собакам ничего больше не будет. Они будут готовы целыми днями сидеть у вас, допустим, на диване с вами, что, конечно, плохо. Собакам нужно движение. Но они будут счастливы. Собаки – это не люди. Все время помните об этом, что собака – это не человек. Тем не менее, вы для собаки целый мир, в то время как собака для нас – это часть мира. Поэтому в ваших интересах должно быть обеспечение собаке счастьем. Да, именно счастьем. Собака должна быть счастлива. Я не знаю, зачем заводить собаку, я не знаю. Чтобы собака мучилась, чтобы собака круглые сутки сидела в квартире и скучала – это тоже плохо. Тем не менее, если вы человек работающий, если вы будете отсутствовать, допустим, весь день и приходить вечером – это тоже не проблема. Даже если вы живете один, даже если ваши все члены семьи на работе, на учебе, где угодно, и вы приходите домой поздно вечером – это не страшно. Собака – это собака. Она ждет вас всегда, поверьте мне. Если вы уходите, она думает, что вы ушли навсегда. Поэтому вы должны после работы, после учебы пойти, нагуляться с ней хорошенько, пообщаться, поиграть, покормить и так далее и тому подобное. Поверьте мне, собака это оценит. Собака не испытывает чувства вины, и она не будет ни в коем случае винить вас в чем-то. Хочу развеять миф о том, что бывают родители, идут на повалу у своих детей и считают, что они поступают правильно. И они покупают им собаку, допустим, не очень большого размера, например, как мне, у меня был кокер-спаниель, ну, допустим, примерно такая категория. Они делают большую ошибку, покупая собаку, и говорят ребенку, мы покупаем собаку тебе, дорогой, и изволь, пожалуйста, гулять с ней, заниматься, дрессировать, ходить с ней на занятия, кормить. Мы в этом не участвуем, абсолютно. То есть это твоя собака, ты ее хозяин. Хочу сказать, что я была таким ребенком. К сожалению, тогда не было интернета. Конечно, если бы он был, я загулила бы все, что можно на эту тематику, и не допустила бы огромного количества ошибок, которые я совершила со своей первой собакой. Я очень об этом жалею, и не хочу, чтобы вы наступали на мои грабли. Тем не менее, родители обязательно должны принимать участие. Хотя бы в том, чтобы помочь ребенку правильно наладить общение с собакой. Потому что собака должна воспринимать ребенка как хозяина, как лидера. Но не как, так скажем, подчиненного раба, как воспринимала меня моя собака. Мы с ней прекрасно ладили, мы здорово с ней играли, но она считала себя хозяйкой в наших отношениях. То есть я шла у нее на поводу. Ну, тогда что мне надо было в 12, там, в 14 лет. Конечно, я была счастлива и этим. Но тем не менее, пробелы воспитаний были большие. И мама со своей стороны не уделяла должного внимания и дрессировке собаке. То есть я пыталась сделать все сама. И, конечно, у меня выходило все это грубо, нелепо. Поэтому это очень важный момент. Следующий момент. И, кстати говоря, друзья, я опираюсь на собственный опыт. Потому что все ошибки, которые я перечислила, я делала их. Я их делала, и я очень об этом жалею. И я очень хочу, я просто мечтаю, чтобы животные не страдали. Чтобы они были счастливы. Как, например, со своей сейчас собакой, которая сейчас лежит и слушает. С уши навострила. Я стараюсь не повторять этих ошибок. Я стараюсь, чтобы моя собака прошла все-таки счастливую, хорошую жизнь. И приносила радость не только мне, моему мужу, моему родственнику. Итак, следующее заблуждение по поводу размеров собаки. А для собаки вообще для счастья мало надо. Мы забыли про квартиры. Потому что даже в маленькой квартире можно жить большая собака. Поэтому если вы всю жизнь мечтали об овчарке, или, не знаю, о боксере, или о добермане, о ротвейере, неважно о ком. Вы можете смело заводить в маленькой квартире. Но если вы уверены, что вы сможете с ней справиться, что вы, причем физически. Да, физическая сила играет огромную роль. Поэтому тут я просто не буду говорить даже о том, что маленьким детям больших собак забирать это рискованно. Но люди, которые покупают небольших собак, допустим, мы возьмем самых популярных. Таксы, шпицы, пекинесы, баллонки, чихуаху, а то интерьеры, какие сейчас еще модные. Те же спаниели возьмем, шнауцеры маленькие. Перечислять можно до бесконечности. Люди, которые их заводят, часто думают, ну, если собака маленькая, значит, я могу ее не воспитывать. Ну, даже если будут какие-то проблемы там в ее характере, ну, она же маленькая, что она может сделать? Так вот, друзья, а, йоркширский интерьер еще модный сейчас. Я вам могу сказать, что если у вас есть такая возможность, если у вас есть деньги, свободное время, даже йоркширский интерьер желательно должен пройти общий курс дрессировки. Если у вас нет такой возможности, то ничего страшного. Есть интернет, есть много видеокурсов, видеоуроков по дрессировке собак. С маленькими собаками все гораздо проще будет и в плане дрессировки и прочее. Они маленькие, они очень игривые, понятливые. Они легко подают, ну, за исключением такс, наверное. Таксы, они более независимые. Остальные все, что я перечислила, они с радостью будут с вами заниматься. Поэтому до года обязательно постарайтесь пройти максимальный курс послушания. Я говорю сейчас не о командах, потому что моя Долли, мой первый спанельчик, она была очень умная. Она знала все команды. Сидеть, лежать, голос. Она даже жесты понимала. Я просто поднимала вот обломе голову, и она начинала лаять сразу. У нас была такая негласная команда. И все друзья на улице, все говорили, боже, Доля такая дрессированная. Как вообще-то я этого добилась. А я ребенок, я тогда вообще ничего не понимала. Я даже дрессировала ее без лакомств, без поощрения. Она поддавалась этому. Это отличная порода. Рабочая порода, кстати. И если бы у меня были мозги такие, как сейчас, то я бы из этой собаки, конечно, слепила бы просто чудо-собаку. Но уже невернее уж, конечно. Поэтому постарайтесь уделить ей большое внимание. Даже если это маленький милый шпиц, который похож на медвежонка, который просто смотрит на вас такими глазками, который хочет тискать и целовать. Тискайте и целуйте. Вам никто этого не запрещает. Но уделите, пожалуйста, внимание именно дрессировке. Потому что нет ничего более противного и ужасного. Я сейчас говорю про хозяев, не про собак. Собака ни в коем случае не виновата. Когда вы идете по улице, и на вас как лает какая-нибудь мелкая шавка. А тетенька рядом, или дяденька, или ребенок, либо молчат, ничего не говорят, либо начинают говорить не как с человеком. Ну что, ты лаешь, ты мой маленький, прекрати и так далее. То есть, как с человеком, с собакой разговаривать нельзя. Она все равно ничего не понимает. Она понимает команды, она понимает интонацию. И это достаточно неприятное ощущение, потому что ты видишь, что собака-то хорошая. Собака не виновата. Но был какой-то пропуск в воспитании, какой-то пропуск в обучении. И видно, что хозяева тоже страдают и мучаются. Потому что проходит мимо любая собака, даже вот таких гигантских размеров. А ее маленькая шавочка начинает вот так себя вести. И да ладно, там лает. Но не дай бог, это разозлит большую собаку. И от вашей малышки фиг, что останется. Мы все-таки затронем тему больших собак. Мою любимую тему. Потому что это моя вторая собака. Но что я могу сказать? Если вы новичок в этом деле, если у вас еще не было собак, но вы фанатеете просто от больших собак, от овчарок, в частности, как я, да и вообще от любых других. Есть такие породы собак больших, которые можно заводить в первый раз, не оборяясь, что что-то получится очень страшное. Но, конечно, если вы отдаете себе отчет, если вы человек ответственный, если вы будете с собакой заниматься. Если вы заведете собаку, допустим, бультерьера, как первую собаку, не знаю, вам придется изрядно попотеть, чтобы получилась действительно достойная собака, чтобы вы не испортили породу. Я могу сказать, что немецкая овчарка в качестве первой собаки, конечно, не лучший вариант, потому что ей нужно заниматься до года просто железно. Потому что немецкая овчарка это такая порода, она безумно умная. Она действительно как человек. Я не могу другого слова даже подобрать. Но ее очень легко испортить. И в неумелых руках, в неопытных руках вы просто испортите собаку. Вы просто сделаете ее очень агрессивной, непослушной. Она может взять вверх в ваших отношениях, она будет хозяйкой. И вы ничего не сможете сделать. Но, опять-таки, я люблю немецких овчарок, поэтому я не могу вам ее не посоветовать. Как первая собака, идеально, мне кажется, подойдет Теда Колли, как большая. Очень умные, понятливые собаки, практически в них нет агрессии. Идеально. Как первая собака, я думаю, идеально подойдет боксер. Я, в свою очередь, хотела завести. У меня стоял выбор между боксером, бультерьером и овчаркой швейцарской, белой. Которая сейчас у меня лежит и шевелит ушами. Тем не менее, боксер, если вы человек активный, если вы покупаете собаку для активного отдыха, для каких-то очень подвижных времяпрепровождений. Только в таком случае. Если вы человек пассивный, если вы не сможете в день гулять по 3 часа, ну, по 2 часа, ладно, то нет. Но боксер очень хорошая порода, очень веселая. Вы с ней просто не соскучитесь. В уходе абсолютно неприхотлива. Короткая шерсть. Проблем в уходе нет. За исключением, может быть, одного минуса, который стал именно тем камнем преткновения, почему мы не взяли боксера. Это его продолжительность жизни. Я хотела, чтобы собака жила долго. А боксеры, к сожалению, сейчас настолько испорчены заводчиками, бесконечными выведениями, что сейчас боксер живет в лучшем случае максимум 10 лет. Максимум. Это для меня, конечно, было очень большим шоком. И я решила, что нет. Хотя порода хорошая. Мне очень нравится. Я прям пищу от восторга, когда вижу боксеров на улице рыжих. Рыжих. Именно рыжих люблю. Далее. Швейцарская белая овчарка, что как раз у меня. Скажу вам в следующем, наверное, видео конкретно об этой породе, на что следует обратить внимание, с какими проблемами вы столкнетесь. Например, с линькой, что сейчас у нас происходит. У меня просто пылесосить каждый день. Этого недостаточно. Слушаю, что так вот поднимается, поднимается, поднимается. Мне кажется, я скоро потону в ней. Ладно. Друзья. Видео получилось довольно откровенное. Такое. Искреннее. Поэтому, если вы все еще не решили, какую собаку вы хотите, зачем она вам нужна, если вы не сможете уделять ей времени в день, по крайней мере, на прогулке около двух часов минимум, то не нужно думать о собаке. Потому что собака это не игрушка. Даже маленькая собака. Конечно, с маленькими гораздо проще. Они меньше кушают, меньше денег уходят на лечение и прочее. Но это все-таки большая ответственность. И очень обидно, когда собака покидает вас в мир иной, и вы чувствуете жуткую вину перед ней, что вы не дали ей всего того, чего могли. А могли. Поэтому подумайте тысячу раз. Нужно ли оно вам? Ладно. На этой такой грустной ноте, достаточно вдохновленной, давайте я с вами попрощаюсь. И следующее видео будет о конкретно белой швейцарской овчарке. О проблемах, о хороших сторонах этой собаки, которых гораздо больше. И о том, почему я смело могу советовать эту собаку не только как первую породу, но и вообще как. Породу в принципе. Потому что действительно, это классная порода. Это как немецкая овчарка, только лучше. Хотя я люблю немецких овчарок, и с удовольствием называла и немецкая овчарка. И Спаниеля. И Гультерьера. И Воксера. И вообще много-много разных. Что ж, всем желаю любви, добра и света в душе, обязательно. И, конечно же, этот свет во многом приносится нашими животными, которые живут рядом с нами. Пока-пока. Пока-пока.